Итоги недели Главнокомандующий дал высокую оценку нашим возможностям отразить любые потенциальные угрозы, исходящие от противника с воздуха. Белорусское небо под надежной защитой. Какие могут быть свои стороны итоги? Проверка прошла. Первый вопрос, который меня волновал, чтобы это было все объективно и честно. Как военный человек, вам могу сказать, что если вы проверку организовали честно, как это положено, это достойно. Я не служил в ВВС ПВО, но я вижу, как осуществляется проверка, замысел ее. Вы обнаружили все цели. Вы со всеми целями справились. Это здорово. Ни одна цель мимо вас не прошла. Вся Беларусь, оно видно в режиме реального времени, вами контролируется. А коль контролируется, вы обнаружили вовремя все цели. Все цели, вы с ними справились. Где надо поразили, где надо принудили к посадке и так далее и тому подобное. Вы видите все, что делается на сопределе. Разведка работает хорошо, информация передается. Ну, молодцы. Одно только. Если это все вот неожиданно, внезапно и честно. Если так, то да. Это не просто впечатляет, а это прилично. Ну, будут результаты объективного контроля, тогда мы окончательно подведем итоги Министерства обороны. Так, Виктор? Так. Поэтому у меня одна только. Настороженный, чтобы это было честно. Внезапная проверка, значит, знают те, кому надо, а остальные работают как в военное время. Если это так, то молодцы. Это неплохо. Ситуация на внешнем контуре вынуждает людей в погонах быть постоянно на чеку. Службу несут на земле и в воздухе 24 на 7. Особое внимание противовоздушной обороне. Милитаризация Прибалтики и Польши несет риски для нашей безопасности. Концентрация войск НАТО у белорусских границ по-прежнему остается высокой. Военные отслеживают все виды угроз, подчеркнул министр обороны Виктор Хренин. Тем более, способы ведения боевых действий меняются. Сегодня предпочтение отдают беспилотникам. Поэтому такое внимание обороне силами войск противовоздушной обороны. Концентрация войск НАТО возле наших границ по-прежнему остается высокая. Мы отмечаем высокий уровень проведения мероприятий оперативной боевой подготовки. К примеру, на сегодняшний день на территории сопредельных с нами стран проходит 6 учений в рамках учения «Защитники Европы». Довольно-таки очень большое количество и техники, и личные составы осуществляют передвижение по территории европейских стран, в том числе и авиационной техники. Поэтому сегодня было решением главнокомандующего проверить в рамках проводимой внезапной проверки вооруженных сил дежурные силы по противовоздушной обороне, как они выполняют и несут свои задачи боевого дежурства, охраняя нашу воздушную границу. Пока сейчас о результате еще говорить рано. Мы только подвели предварительный итог, окончательный итог по результатам объективного контроля, но уже видно, что в целом, можно сказать, задачи справились. Но детальный итог будет, конечно же, чуть позже. И главнокомандующий сегодня поставил нам задачу, когда проверим материалы объективного контроля, доложить ему уже окончательный результат данной проверки. Сегодня угрозы и с неба, и с земли. Они отовсюду могут быть. Поэтому сегодня очень пристальное внимание на уровне тех особых средств, которых называл президент. Мы относимся к средствам противовоздушной обороны. Вы прекрасно знаете, мы всегда это освещаем. Говорим открыто, что сегодня на вооружение наших вооруженных сил поступают самые современнейшие комплексы. Это самолеты Су-30СМ, это вертолеты Ми-35М, это зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Это все самые современные комплексы, которые и обеспечивают именно охрану государственной границы в воздушном пространстве. И хоть это и образно звучит, но обеспечивают мирное небо над нашей головой. Юго-восток страны под пристальным вниманием главы государства. Президент посетил Костюковичский район Могилевской области. Это традиционная ежегодная поездка по районам, которые в свое время были подвергнуты чернобыльской атаке. По прилету президент прежде всего поинтересовался, как выполнена программа по развитию юго-восточного региона области. Губернатор доложил, что она в целом сработала. Подробную оценку дадут в конце лета. В графике сейчас соответствующее совещание. Что касается пассивных работ, то по отдельным культурам есть отставание. В поручение президента до 9 мая посеять все, включая кукурузу с полным соблюдением технологий. Осадки – это не вопрос. Губернатор говорит, 2-3 дня и поле сухое. Особенно сейчас. Да, самые увлажненные почвы Могилевской области. На остальной территории страны абсолютно нормальная ситуация. И здесь нормально. Яровой сил. По-военному. День и ночь. Надо сейчас вкинуть зерно в почву. Погода будет теплая, влага уходит. Поэтому надо вовремя бросить туда зерно. Вот и все. К 9 мая мы должны посеять все. И кукурузу в том числе. Поэтому надо работать день и ночь. От этого никуда не деться. Во время осмотра поля, предназначенного под сев кукурузы, Александр Лукашенко продемонстрировали образцы сельскохозяйственной техники. Даже под социальные нужды. Автолавка «Купава» – производство Минского автомобильного завода. Как рассказала президенту председатель правления Белкапсоюза Инесса Короткевич, за два года по требкооперации уже приобретено 86 таких машин. В этом году будет поставлено еще 118 единиц. На демонстрационную площадку автолавка прибыла с товара. Александр Лукашенко поинтересовался удобством такой машины непосредственно у продавца. Ну что, тебе нравится эта машина или нет? Да, Александр Григорьевич. Она отвечает всем требованиям. Технологическим и техническим и санитарным. Холодильник? Все оборудовано. И есть холодильная лари, и морозильная лари. И сколько у тебя таких машин? Всего за два года уже приобретено 86. Именно на основе маску «Пава». Мы в 2021 году согласовали вот эту комплектацию. Короче, 86. 86. На этот год запланировано 118. И до конца... Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Присанова Людмила Павловна. Спасибо тебе, Люда, за обслуживание людей. Труд непростой, но благодарный. Благодарный. Люди очень благодарны, когда проезжаешь, да? Довольно. Тем более, все есть, что в магазине. Просто объемы другие. А ей, наверное, тебе не надо больше объема или надо больше? Нет, нет. Больше не надо. Самая вот эта машинка. Очень хорошая машина. Удобная. Во-первых, просторная. Очень много холодильников. И морозильная камера. Или мороженое можно куда-то. Клобасная камера. Молочная камера. Очень соответствует машина. Я довольна машиной. Повторюсь, за двух поработаем. То есть, этой машине быть, она удобная. Удобная. Ну, если ты установишь контроль за работой этих машин, ты снимешь проблему по обслуживанию. Уважаемый сам. Потому что, извини меня, девчонкам таким красивым, как ты, чтобы водители ездили на таких машинах, или Люду, какому мужику симпатичному подвезти, эта машина не подходит. Боиспомо... Это должна ходить туда-сюда, туда-сюда. Вы поручали сделать инвентаризацию. За апрель месяц полностью сделана стопроцентная инвентаризация. На балансе организации сегодня 633 автомагазина. К сожалению, 414 уже имеет полностью стопроцентный износ. То есть, более срока эксплуатации. И за три года... Хорошо. Посмотри, Александр Николаевич, это ее машина. Ну, вот как они в сельском хозяйстве же восстанавливают. Ну, может быть, не 400, а 300 восстановим. Может быть, восстановим. То есть, он заберет у тебя эти машины, восстановит. Это будет намного дешевле. Это в два раза дешевле, чем ты купишь новую. А он сделает такую же машину тебе. Понятно. И старой. Ну, может быть, не, я говорю, 400, которые ты там уже наметилась писать. А если бы ты еще сама посмотрела и свои деньги платила, я уверен, что там бы меньше было. Потому что у нас же торгаши такие люди. Ну и все. Проси больше, дадут меньше. После глава государства пообщался с местными жителями. Президенту задавали вопросы на самые разные темы. Поинтересовались и перспективами строительства второй атомной электростанции. Президент подчеркнул, что нынешние ядерные технологии шагнули далеко вперед. С тех пор, когда строилась Чернобыльская АЭС. Или аналогично Игнолинская в Литве. Да и сама катастрофа стала следствием в большей степени человеческого фактора. Александр Лукашенко уверен, что строительство второй АЭС было бы серьезным шагом вперед. И сравнил это с развитием космических технологий, в чем наша страна также преуспела. Было принято решение строить атомную станцию. Строили мы ее не только, чтобы получить электричество. Это прежде всего. Но я хотел, чтобы у нас в Беларуси новая школа появилась. А это строительство, особенно эксплуатация, потянуло с собой образование. Нам надо сейчас готовить, что мы делаем, перестраивать образование, чтобы подготовить специалистов. Спасибо россиянам. Мы не только в Китае, в мире и в Европе тоже самое учились, ездили, передовой опыт перенимали. МАГАТЭ нам, международная организация по этому сотрудничеству помогала много. И мы научились. Сегодня у нас есть свои специалисты. Я хотел научить белорусов это делать, чтобы они, как я Путина говорю, чтобы они с твоими людьми поехали в Египет, Турцию, Венгрию, в Китай, где вы строите сейчас атомные станции. И вместе с россиянами работали. Он говорит недавно, ну а теперь вы уже и сами можете построить атомную станцию. Можем. Можем. Реактор мы, конечно же, не будем здесь создавать. Мы купим его у россиян и построим эту станцию. Мы инженеры российские, они всегда рядом, нам помогут, потому что на первых порах это очень важно. Делаем мы это очень качественно. И свою станцию во многом, больше чем на треть, мы строили сами. Инженера, технологии были российские. Мы потихоньку их осваиваем. Россия нам дает эти технологии. Именно дает, не продает. Так же, как космос. Какая страна за свои деньги, это миллионы долларов, посадила космонавта и запустила на их же ракете? Да никакая. Так может поступить только братская, дружественная, родная нам страна. И вот мы учимся. И я хотел, чтобы наши люди научились. Они научились это делать. Сегодня наши специалисты работают с россиянами по всему миру, строят подобные атомные станции. Партия «Белая Русь» запускает просветительский проект по итогам заседания в НС. Эксперты, аналитики и лидеры общественного мнения проведут сотни диалоговых площадок по обсуждению итогов Всебелорусского народного собрания. Решение было принято в рамках празднования первой годовщины партии – 2 мая. Сейчас она объединяет более 50 тысяч человек по всей стране. В своей деятельности «Белая Русь» опирается на государственные курсы, содействует продвижению национальных интересов в Беларуси и за ее пределами, рассказывает председатель партии Олег Романов. На повестку дня был вынесен очень важный вопрос о реализации решений Всебелорусского народного собрания. Мы обсудили, как партия включится в масштабную работу по реализации тех решений, тех задач, которые поставила перед белорусским обществом и государством Всебелорусское народное собрание. И эту работу мы начнем буквально уже сегодня. Египет остается одним из ключевых партнеров Беларуси в Африке и на Ближнем Востоке. Делегация нашего правительства посетила с официальным визитом Каир. Как отметил на встрече с египетским коллегой премьер Роман Головченко, наши отношения всегда развивались в духе дружбы, уважения и взаимного доверия. После переговоров в формате один на один встреча продолжилась в расширенном составе. Отметим, контакты с этой страной поддерживаются на всех уровнях. Усиление их развития придало визит президента Беларуси в Каир в 2020 году. Сейчас мы ждем президента Египта с визитом в нашу страну. Для успешной торговли созданы все условия и механизмы. Есть и рабочие группы в промышленности и сельском хозяйстве. В частности, на встрече обсудили создание зерновых и кромовых хабов на территории Египта по белорусским технологиям. Еще одно перспективное направление – сотрудничество, экология и переработка отходов. По итогам встречи подписаны документы, которые будут способствовать созданию еще более благоприятных условий для расширения взаимовыгодного сотрудничества в торговле, взаимодействию финансовых ведомств и свободных экономических зон двух стран. В Министерстве иностранных дел Беларуси чествовали победителей конкурса «Эссе. Хочу стать дипломатом». Награждал лично министр иностранных дел Сергей Олейник. В зале более 40 молодых амбициозных студентов нашей страны. В будущем все они рассчитывают вернуться в эти стены уже в другом статусе. А пока, кроме подарков и для лауреатов, и для победителей, главный приз – практика в Министерстве иностранных дел. Бесценный опыт поможет ближе познакомиться с ведомством, коллективом и атмосферой. Отметила председатель Клуба молодых дипломатов МИД Беларуси Александра Шкода. Это уже третий конкурс «Хочу быть дипломатом», который проводится в Министерстве иностранных дел. Это инициатива Клуба молодых дипломатов, которая поддержала наше руководство, лично министр иностранных дел. Мы приглашаем к участию всех студентов белорусских высших учебных заведений. А у нас в этом году количество работ превысило более чем в два раза, чем было в прошлом году. То есть мы видим постоянный рост интереса и вовлеченности нашей студенческой молодежи в такое профориентационное движение Министерства иностранных дел. Всего, если говорить в абсолютных цифрах, более 160 работ поступило к нам на конкурс. Это конкурс эссе-работ в течение нескольких месяцев. Если быть точнее, мы всегда объявляем конкурс на День дипломатического работника, который у нас проходит в январе ежегодно. С января по март была возможность присылать нам эссе работы. Это была двухэтапная оценка. Работала в жюри от Клуба молодых дипломатов. Наши опытные коллеги также подключались к этому процессу. Мы отобрали 60 финалистов и далее уже 18 из них стали победителями конкурса. Одна работа заслужила специальный приз нашего соорганизатора. И, конечно же, 23 студента стали лауреатами конкурса «Хочу быть дипломатом». Самый главный приз, который получают сегодня наши ребята, в первую очередь победители, это практика Министерства иностранных дел, которую они смогут пройти в любое удобное для них время. Мы постараемся подобрать, чтобы было комфортно всем участникам. Ну и, конечно же, мы пригласим всех финалистов, я имею в виду и победителей, и лауреатов, принять участие в ежегодном семинаре практиками для молодых дипломатов и сотрудников Министерства со сроком службы менее одного года в нашей системе. Память, связывающая поколения. По всей стране продолжаются мероприятия к 80-летию освобождения Беларуси. Диалоговые площадки, встречи с ветеранами, тематические экспозиции, велозабеги, а также церемонии возложения цветов. Символический автопоезд памяти объединил активную молодежь столицы. Студенты и молодые специалисты проехали по маршруту бессмертного подвига времен Великой Отечественной. Патриоты побывали на Кургане Славы. К подножию мемориала возложили цветы и почтили минуты молчания память погибших. Заместитель главы администрации Московского района города Минска Валентин Коноплёв отметил. Данное мероприятие проходит в рамках городского проекта «30 дней до Победы». И это одна из инициатив молодежи, приуроченная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Проект предусматривает посещение молодежью мемориальных комплексов Беларуси. На неделе вся страна отметила День труда. Центром масштабного праздника труда стал столичный парк Победы. В парке прошла праздничная маёвка, участие в которой приняли представители трудовых коллективов, государственных органов управления и ветераны труда. Все отраслевые профсоюзы, входящие в ФПБ, организовали площадки по представлению различных профессий и предприятий. Например, профсоюз работников промышленности презентовал новейшие автомобили БелДжи и технику «Амкадор». Также своё профмастерство здесь продемонстрировали настоящие кузнецы. На площадке профсоюза работников агропромышленного комплекса гости праздника имели возможность продегустировать лучшую продукцию коммуноарки Слодыча. А профсоюз работников культуры организовал мастер-классы по различным ремёслам. А для маленьких гостей праздника – фотозоны, ростовые куклы, шоу мыльных пузырей, аквагрим и викторины с призами. Итоги недели Продолжение следует...